Студия 89,9. Концертный зал. Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов. Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. По традиции в четверг вечером в эфирной студии Александра Хайрулина. Роман Шахов, друзья, здравствуйте. Мы с особой радостью сообщаем с Романом, что сегодняшний концертный зал имени Владимира Лёвкина. Это так здорово, иметь свой концертный зал. Ну, это же уже пора, пора. 35 лет творческой деятельности. Ну, даже больше. Даже больше? Да, конечно. Если честно, в музыкальную школу пошел в 6 лет. Это значит, сколько у меня творческой деятельности? Ах, вот так уже с первых дней в школе началась творческая деятельность. Да, да, да. 44 года. Да, да, 44 года. Я думаю, что сейчас многие артисты побежали в свою биографию исправлять и как раз начинать отсчет со школы. Так я в музыкальную школу пошел раньше, чем в общее образование. В общее образовательное. А петь начал вообще в 5? Нет, петь ты начал в 3. Вот. Мама очень любит этот рассказ, как, я, извините, сижу на горшке, да, и пою песню «С чего начинается Родина». Может, ой. Да. Кстати, очень философский так вот все. Что еще было тогда в репертуаре у Владимира Левкина? Да, очень много. Вы знаете, и «День Победы», и «Ой, не расстану с комсомолом, буду вечно молодым». Ну, кстати, это судьбоносная в какой-то степени песня. Да, да, вообще судьбоносная песня. Ну, понимаете, много было песен. И когда, особенно в Германии, это было в Германии, и ребята с троевым шагом ходили и пели всякие разные песни. Вот я все знал. Вот буквально, начиная там. Потом были песни, конечно, в группе «На-на», это понятно. Нет, нет, вы тут пропустили очень многое. Потом были песни в группе, которая называлась «Ртутное озеро». Это была мощная группа, да. Это была, да, у нас были фузы, даже на бас-гитаре. И мы играли металл. А потом были песни в группе «Московские ведомости». Ну, они такие более, ну, московские, знаешь, Сюткин, вот… «Браво», да, «Браво», да. Самые тяжелые были мои, те, что я написал. Потом «Горизонт» группа, ну, тут армия, понятно, все, солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву. Но там только пять песен, а остальные это были… Да, вот было пять песен обязательно, которые мы должны были исполнять. А потом командиры уходили, и мы играли уже что хотели. Там «Машину времени», «Воскресенье», там «Круиз», очень много групп «Аквариум», «Зоопарк». Майк Науменко «Гребенщиков ранний». Да, да, там вообще Майк Науменко, это, по-моему, уникум вообще на все времена. Ну, потом, да, потом я пришел из армии, вернулся в ведомости, но в конце концов так случилось, что прочитавший «Московском комсомольце»… Вот что прочитавший? А там, понимаешь, там было так интересно написано, что в творческий центр, как сейчас помню, «Комбинат звезд», вот. Да, «Комбинат звезд», да, «Комбинат звезд», «Фабрика» тогда еще не было. «Фабрики» не было, «Фабрика» чуть позже. Это у нас был «Комбинат звезд», требуются инструменталисты, вокалисты. Ну, и мы так решили, что я туда пойду, а потом всех перетащу, ребят. Ну, когда мы первый раз, в конце концов, появились на телевизоре, ребят сказали, не, говорит, мы к тебе не пойдем. Легковато, Владимир, легковато. Да, но легковато – это одно, а другое, знаете, на самом деле, это вот был реальный комбинат, потому что сценодвижением с нами занимался Коля Добрынин, это актер театра Райкина, и не только Райкин, он много где играл, и «Шпана за Москворечное», то есть много где. Это сценодвижением, вокалом с нами занимался Серега Шмелев, музыкальный руководитель «Аракса», то есть на гитаре, ну, Валерка Юрин играл, конечно, как молодой Blackmore, но тоже я брал уроки специально для того, чтобы соответствовать, так скажем, тому, чем мы играли. И, приходя домой в 12 часов ночи, уходя в 11, я просто не понимал. И это продолжалось 4 месяца, и в конце концов, когда мы первый раз выступили на фестивале Face to Face в Олимпийском, ну, если не сказать, что это шок, это ничего не сказать, потому что весь Олимпийский полностью забитый народом, а ты выходишь такой, ха-ха-ха-ха-ха-ха, ля-ля, такую легенькую песенку. Это наша история, спасибо вам. Какие песни мы сегодня послушаем? Расскажи, пожалуйста, и представь свой коллектив. Ну, мы послушаем сегодня много песен, всяких разных, и старых, и новых, но, вы сами понимаете, у нас такой сегодня вот состав, не весь, к сожалению, весь бы не влез, потому что тут еще дубки есть и все остальное, но вот мы решили вот такой почти акустический сделать концерт. Музыкальный руководитель у нас Алексей, он играет на бас-гитаре. Алексей, да, чуть-чуть, можно так. А вот, знаете, у нас шутка есть в коллективе, скажи, Алексей, все обернутся, потому что у нас три Алексея. Так, следующий Алексей. У нас три Алексея, все Алексея, или нет, все Алексея вообще, и я Алексей. Поэтому встречайте банда Алексея, имени Алексея. Поэтому давайте начнем, я не знаю, с одной песенки, очень узнаваемой. Написал ее Вячеслав Борзов, саратовский поэт и композитор. Кстати, ему большой привет. И сегодня у моего друга, очень большого, Славы Соколенко, у его мамы день рождения. Она очень любит... Да, она очень любит. Нина Владимировна, мы вас... Нина Владимировна, поздравляем. Да, Нина Владимировна, поздравляем вас с днем рождения. И споем вам такую легенькую весеннюю песню. Прошу, друзья, кто начинает, поехали. Славы Соколенко Может быть, когда-то Вспомню я, ребята Все, что подарил мне Этот месяц мой Первое свидание И любви, признание И девчонки первые поцелуй Заплевай Заплевай Эту песню Месяц май И, любимой, принеси Ты слова моей любви Расскажи Месяц май Крикам первых птичьих стаи И цветением садов Про мою любовь Что со мной не знаю Голову Голову теряю Я себя теряю От любви к тебе По тебе скучаю И часы считаю Виноват, наверное, В этом месяц май Заплевай 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 Эту песню Месяц май Месяц май И, любимой, принеси Ты слова моей любви Расскажи Расскажи Месяц май Крикам первых птичьих стаи И цветением садов Про мою любовь Заплевай 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 Эту песню Месяц май И, любимой, принеси Ты слова моей любви Расскажи 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 Месяц май Криком первых птичьих стаи И цветением садов Про мою любовь Запивай, запивай эту песню месяц май И любимой принеси ты слова моей любви Расскажи ей месяц май криком первых птичьих сталь И цветением садов про мою любовь И цветением садов про мою любовь И цветением садов про мою любовь Браво! Сколько людей вспомнили! Я говорю, да, если Слава Борзов сейчас нас смотрит, он тебе покажет на бас-гитаре играть тут, понимаете ли, такие соло Слушай, это просто бальзам был на душу Девушкам и девочкам всех возрастов, конечно, потому что столько, мне кажется, выросло и поплакало под эту песню огромное количество Я, в общем-то, не девочка, но мне эта песня очень нравится, кстати Да, одна из самых вот лиричных, самых красивых На самом деле случилось так, что Каримыч принес кассету и говорит, это вот наш саратовский поэт и композитор, послушай, что ты хочешь спеть из этого, потому что, ну вот, надо тебе какую-то сольную песню Такой, я выбрал эту И вот она уже сколько лет Спасибо Да, сколько лет она живет, и слава богу И когда там иногда заходишь в какой-то ресторан, где играют живые музыканты, они там У нас, знаешь, как в нашем ресторане присутствует человек, который пил эту песню И вот начинаем Ну, приятно, правда, приятно, я этого не боюсь То есть, Барри Алибасов давал возможность молодым артистам выбрать Нет, на самом деле, понимаешь, при, конечно, его жесткости как режиссера, потому что постановки у нас были, там, нога 30 градусов, и вот, чтобы у всех было 30 градусов Зато 9 мега-шоу Да, это, во-первых, и с одной стороны, с другой стороны, конечно, он позволял у него учиться, он давал возможность самовыразиться И, ну, я был вторым режиссером, по большому счету, потому что, учащий уже в ГИТИСе, на режиссерском факультете, у Аким Георгиевича Шароева, «Царство ему небесное», тоже спасибо, большой человек, учитель И, во-первых, давал возможность Алибасов учиться у него, во-вторых, все-таки давал вот внутри нас, нашего ансамбля Вот мы все-таки, да, мы как-то самовыражались, потому что, ну, у каждого свой характер, у каждого свой темперамент, и это невозможно, чтобы были все одинаковые Очень педагогично Ну, да, педагогично Десять лет уже сольной творческой деятельности Ой, больше Больше, больше Где-то тогда, в 96-97 Я в Нане из Наны ушел Чуть ли не 98-й, по-моему, даже В 89-м мы начали, а в 98-м я ушел Да, да, почти 10 лет Ну, и на сегодняшний день у тебя в репертуаре какие песни? Я так понимаю, что часть это нанайских песен Ну, честно? Честно Скажи, да Ну, это очень редко, вот правда Нет, хорошо, а какие песни тогда? Да, если люди просят, тогда другая ситуация А вот так-то нет У меня, у нас сейчас существует, совместно со студией «Музыка солнца» у нас существует пять программ То есть, это условно, вот, ну, моя сольная программа, есть программа на двоих, я и Маруся Маруся, моя жена, певица Да, мы поговорим об этом обязательно Там Ника участвует у нас тоже, вот Ника выходит на сцену и петает Да, и все цветы есть, раз Ну, ты тут все собрала, да Это раз Во-вторых, у нас есть такая большая программа, где участвует группа «Пионеры» Это ребята 11 лет, 12 Значит, Гульнас певица, Маруся, я и Ника Вот у нас такая большая есть программа Так это же уже продюсерский центр Ну Или театр песни, Володь Нет, это все-таки творческий центр, я к этому схожу, потому что продюсерский центр, это немножко другое Это вот мы об этом сейчас думаем, мы вплотную подошли именно к тому, чтобы сделать большой продюсерский центр, назвав его досуговым, чтобы и дети, и взрослые могли приходить совместно музыцировать, петь и... Развиваться, выражаться Да, учился в ГИТИСе, понимаете, и мои ребята, с которыми мы вместе учились, ну, Виктория Макарская, наверное, знаете Конечно Потом, ну, Ольга Сидорова, там, Ундина, там, помните? Ну, много, кстати, у нас много ребят училась, девчонок Это был первый заочный курс, который набирал лично Аким Гюридж, и, по большому счету, было интересно И они сейчас говорят, ну, Володь, если ты вот это вот задумал, давай, мы готовы Потому что, правда, Коля Затылкин ставит все Fashion Week недели, это его рук дело, понимаете? Мы как-то вот по стране-то нас знают, наш курс Хороший курс Очень Мы сейчас сделаем небольшую паузу, после которой продолжим Студия 89,9, концертный зал, ведущие Александра Хайрулина и Роман Шахов Но самое главное, друзья, что сегодня у нас в гостях Владимир Левкин Мы разговариваем о жизни, о музыке и, конечно, слушаем прекрасные песни Следующую песню мы под нашей липой в ресторане споем специально для Барри Каримовича Алибасова Потому что именно он написал текст к этой песне Музыку написал Андрей Иктидарев Ну, я очень надеюсь, что ведущие мне помогут Потому что песня называется, ну, вообще она называется Шляпка Не Шляпа, а Шляпка Прошу Упала Шляпа Упала на пол И ветром шляпу, шляпу унесло Отсюда слякать Не надо плакать Но было горе Было и прошло Все перемеется, родная Все перемеется, пойми А жизнь хорошая такая Ты улыбнись и обними Забудь о шляпе Не скажем папе Не скажем папе Что я тебя нашел Дождь будет капать Ну, хватит плакать Тебе без шляпы Тоже хорошо Все перемеется, родная Все перемеется, пойми А жизнь хорошая такая Ты улыбнись и обними Хо! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Упала шляпа Упала на пол И ветром шляпу, шляпу унесло Отсюда слякать Не надо плакать Но было горе Было и прошло Все перемеется, родная Все перемеется, пойми А жизнь хорошая такая Ты улыбнись и обними Ты улыбнись и обними Ты улыбнись и обними Браво! Браво! Шикарное путешествие совершили сейчас в прошлое. Владимир Лавкин, друзья, в гостях у программы «Концертный зал». Ну, в следующий раз, я так понимаю, что мы уже будем ждать целое трио. Владимир, Маруся и Ника. Да, без проблем, конечно. У нас уже даже существует концертная программа целая на троих. То есть Ника исполняет песни, у нее есть уже пару вещей или одна пока только? Ну, на самом деле, сейчас пока одна, но... В работе уже две. Дело в том, что она... нет, она очень хорошо запоминает песни. Я тут как-то везу ее в садик, и она на мне сзади. Снова стою одна. Вот это репертуарчик. Я так, Ника, ты где эту песню? Она говорит, вчера с мамой ехали, а она по радио играла. Ну, и поэтому у нее есть несколько песен, в которых она нам подпевает. Вот там, знаешь, там «Вместе и навсегда» тоже. Мы иногда выходим, там поем «Маруся начинает», потом «Я продолжаю», потом мы поем вместе с ней дуэт, а потом поет Ника вместе с нами, ну, то есть там вместе мы все равно поем. И она остается на песню «Вместе и навсегда» и тоже дует там. От души. От души, абсолютно. Скажи, пожалуйста, а Маруся сейчас занимается только творчеством? Потому что раньше она же занималась кино, подбором актеров и так далее. Ну, она занимается кино с удовольствием. Тоже продолжает, да? Понимаете, это же все, на что мы учились. Если я учился в ГИТИСе, то она училась в Пермском государственном институте культуры. И как раз у учеников Экингюрдовича Шаровой. То есть, по большому счету, у нас школа одна, и нам как-то легко и в жизни, и по режиссуре разговаривать. 6 июня в «Крокусе» был концерт. Она как раз как продюсер выступала, как со-режиссер этой программы. И, в принципе, по большому счету, у нас все нормально. Вышел же уже альбом целый сольный. Да, у Маруси вот вышел альбом либо сегодня, либо на выходные он уже будет в iTunes. Поэтому альбом называется «Классный». Как выбирали песни туда? Кто занимался этим? Маруси или все-таки авторитет Владимира играл роль? Да, да. Вы знаете, там очень много авторов. Довольно-таки там Андрюша Балашов написал очень много песен. Илюша Зудин, Слава Качин. Ну, с Качиным мы еще по кедам там рок-н-роллили вместе. Про рыбалку пели и про все остальное. Ну, есть моя песня. То есть, ну, по большому счету, мы его собирали. Знаете… Просто лучшие песни. Нет. Концепция альбома должна быть соблюдена в любом случае. Я очень долго думал, каким образом туда роман спихнуть. Но когда роман сыграл квартет имени Фраучи, и мы записали живьем их исполнение на гитарах, на акустических, и Маруся спела, мы вот эту вот прям запись взяли и оставили. Хотя я долго не понимал, каким образом она туда влезла. Влезла. Хорошо, нормально. Вообще идея была все-таки. Она говорила тебе, Вов, я хочу петь. Или ты сказал, а ну-ка, давай-ка, девочка моя, исполни. Или услышал случайно, как она поет и вот… В душе, да. Как это было. Ну, на самом деле все началось с того, что Андрей Балашов, продюсер «Гульнас», попросил меня вместе с ней спеть песню. И когда Маруся услышал, как мы с ней спели, говорит, а что я? Я тоже могу. Мне было так интересно, я говорю, ну-ка вставай к микрофону, давай, вперед. Был удивлен или не был удивлен после этого Владимир, мы узнаем чуть позже, сделаем небольшую паузу. Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Спасибо! Друзья, Владимир Левкин в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Итак, Маруся запела. Что сказал любящий супруг? Пой! Нет, если честно… Вы знаете, мне всегда… Я не визуал и не аудист. Сколько еще прибег? Я не визуал и не аудист. Мне надо все вместе. А когда я увидел на сцене, так скажем, в гриме, во всем остальном, и все было очень здорово… Включился режиссер. В большом счету… Да. Вот я когда увидел, я так понял, что это реально достойно. Мне… Когда я делал какие-то мероприятия, я не могу… Условно… Там есть заказчик, да? Он говорит, хочу того, того, того… Иногда я не знаю этих артистов, да? Вот, когда я не знаю артиста, я всегда иду на его концерт, смотрю, и сам для себя решаю, возможно ли это или нет. Честно говорю, иногда отговариваю, потому что, ну, всего на эстраде хватает. К большому моему сожалению. Ну, а споем мы как раз ту песню, которую написал Андрей Балашов. Называется она «Под одним за Антом». Слушаем, смотрим. Снова вечер заглянет в вокзал, в застывшие окна, ага. Дождь по рельсам торопит смычком, очень грустный мотив. Я согрею ладони твои, ты немного промокла. Прошепчу я, чуть слышно люблю, я вернусь, не грусти. Давай, как в первый раз, под одним за Антом. Станцуем под дождем, только мы вдвоем. Пусть даже через край льет, как в море листопад. Кружит волю, только знай, нет счастливей нас на целом свете. Пролетят незаметно разлуки, года и рассветы. Улыбнись и представь, что я рядом с тобою всегда. Нет причины грустить или верить в плохие приметы. Но упрямо торопит летящая с неба вата. Пусть даже через край льет, как в море листопад. Кружит волю, только знай, нет счастливей нас на целом свете. Только знай, нет счастливей нас на целом свете. Давай, как в первый раз, под одним за Антом. Станцуем под дождем, только мы вдвоем. Пусть даже через край льет, как в море листопад. Кружит волю, только знай, нет счастливей нас на целом свете. Только знай, нет счастливей нас на целом свете. На целом свете. На целом свете. Браво! Владимир Левкин в концертном зале, друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Расскажи, пожалуйста, как же так получилось, что ты все-таки решил для себя, что хочешь получить режиссерское образование? Видишь, хорошо. У меня уже пик популярности. Все прекрасно. На самом деле, это еще после школы пошло. Первый раз я пытался поступить в театральный институт еще после школы. Меня товарищ попросил, говорит, пойдем вместе сходим. Типа, ну, за компанию. За компанию, да, часто такое бывает. Мы везде прошлись, нигде не взяли. А вот в ГИТИСе я дошел до четвертого тура практически, получается. А его нигде не взяли, к сожалению. Тоже классика практически. Хороший финансист получился, да. Да. Поэтому потом уже когда вот, да, когда, ну, нас уже знали все, я пришел поступать. Проще было или сложнее? Мне сказали, молодой человек, вы подготовьтесь. Мы, конечно, знаем и вашу фамилию и все остальное. Но вы подготовьтесь, приходите на следующий год. На следующий год я уже пришел реально подготовленным. Это уже настойчивость прям такая. И Аким Георгиевич, когда вот уже после всех туров задавали, ну, собеседование было с комиссией, спросили меня там что-то о шоу-бизнесе. Я начал практически цитировать Шароева из учебника. И он так сидит, сидит, говорит, ну что, вы не слышите, что ли, что его надо нам оставлять? Оставлять. Да, схватит. Он уже вторую страницу меня цитировать продолжает. Дело в том, что я думаю, что остальные даже этого и не поняли. Понял только сам автор этой книги, скорее всего. Кстати, книга по ней учится и сейчас, и это просто классика. Шароев, возьмите, почитайте. Очень интересно. Но я вот уверена, что далеко не все точно знают, что Владимир Левкин занимается режиссурой, постановкой очень таких серьезных разных мероприятий, в том числе СМВД, крупные с правительством и так далее и тому подобное. На сегодняшний день для тебя какое мероприятие, наверное, может быть самое значимое, о котором ты гордишься, действительно. На самом деле есть такая благотворительная акция «Щит и Лира». Мы ее придумали для того, чтобы поддержать семьи, оставшиеся без кормильца. И для того, чтобы девочки, которые остались одни с своими детьми, могли пообщаться с высшим руководством МВД. И, в принципе, вот там сколько у нас уже... Ой, лет девять, наверное, акция идет. И, по большому счету, я являюсь ее главным режиссером. И очень здорово получается. У меня в этот день, в день акции, все очень-очень серьезно, очень все так компактно и напихано. От футбольного матча, встречи до встречи с ветеранами МВД, встречи вот как раз с семьями до большого концерта, в котором... Для меня было открытие. Вот у них есть свой конкурс «Щит и Лира», тоже так называется, у МВД. И там ребята поют, МВДшники. Так они поют так, что и некоторые наши эстрадники могут просто курить в сторонке, понимаешь? И вот у меня такой концерт, когда поют МВДшники, они в форме выходят, понимаешь? Поют ребята из МВД и поют «Звезды наши». Я говорю, очень часто получается так, что... Ребята из МВД покруче. Зажигают, да, зажигают. Очень благое такое прекрасное дело. Ребята и девчата, у нас следующая песня. Давайте два билета споем. Это тоже песня Андрея Балашова. И мне она нравится. Хотя два билета довольно-таки частые названия. Сейчас это у всех слышно, но мы были первыми. Практически. Поехали. Самолеты, поезда, с серпантином города за мной. Где-то забыть покой, как успеть. Тихо слышно шум шагов, незаметные следы. Знаю, оставляешь ты их не стереть. Два билета в лето, два билета в осень, два. И у зимы будем ждать весны, чтобы нас любовь встречала. Равном восемь. Может, сказка эта, к счастью, два билета. Время ожиданий и разлук, и тепло любимых рук. Одиноким нет преград не укрыться даже за стеной, Если там быть одной не со мной. Как отчетливо звучит одинокий шум дорог. Не заметит, как я смог остаться с тобой. Два билета в лето, два билета в осень, Два юзи. Мы будем ждать весны, чтобы нас любовь встречала. Ровно восемь. Может, сказка эта, к счастью, два билета. Время ожиданий и разлук, и тепло любимых рук. Два билета в лето, два билета в осень, Два юзи. Мы будем ждать весны, чтобы нас любовь встречала. Ровно восемь. Может, сказка эта, к счастью, два билета. Время ожиданий и разлук, и тепло любимых рук. Время ожиданий и разлук, и тепло любимых рук. Блатные аккорды. Да, все как положено. Хоть человек там что-то сказал, какую-то песню. Денег дал, все хорошо. Я поворачиваю. Вот микрофон, Володь. Листаю, причем там такой талмуд, книжка была здоровая. Я листаю, говорю, нет такой песни, ребята, что делать? Поворачиваешься ко мне, клавишник говорит, Володь возьми ля бимульку и не парься. Понимаешь, на всю жизнь вот это бух, ля бимульку возьми и не парься. Слушай, но сам-то ты фундаментально подходил к образованию. Сначала баян, потом гитара. И откуда вот эта вот такая основательность? Да те, царь своего небесный, военный. Понимаешь, и по большому счету, ну, я не скрываю того, что родился совершенно в другой стране. Родителям благодарен, потому что вот они мне не мешали и поддерживали очень часто. И в принципе, по большому счету, я вот перенял у них эту манеру. Знаешь, когда мои близкие решают что-то конкретно делать, тогда я помогаю. А вот этот момент там, когда они... Сомнения, размышления. Да, да. Человек должен сам решить. Вот человек решил сознательно, да? Помогаем. Не решил, пока вот... Чего менжеваться? Надо решать и работать. Тебе что детство дало вот в Потсдаме? Что-то ты там увидел такое, что помогло тебе потом в жизни посмотреть на эту действительность другими глазами? Как это тебе сформировало? Я хочу сказать, отдавайте детей в музыкальные школы, потому что это приучает к определенным... Понимаешь, ноты — это правило. Импровизация — это совершенно другое, да? Это потом, когда ты знаешь ноты, тогда ты начинаешь импровизировать. А вот самое главное — ноты дают возможность человеку выстроить свою жизнь. Он понимает прекрасно. Вот есть определенная мелодия, которую нужно сыграть, да? И так же в жизни, ты понимаешь, да? Вот есть такая какая-то мелодия. Но это я! Это я! Понимаете? Я, конечно, президент и не буду напрягаться. Какую-то систему координат. Володь, правильно? Какая система координат? Да, да. Определенная система координат, потому что музыкальная школа закладывает эту определенную систему координат, никуда от этого не денешься. Сейчас вот Ника тоже пойдет в музыкальную школу. Она хочет пойти? Собираетесь отдать ее на какой класс? Я очень жалею, на самом деле, что я в свое время не изучил рояль, так скажем. Вот я хочу, чтобы она пошла все-таки на рояль, потому что это мышление определенное. Вот я очень люблю людей, которые играют на пианино. Да, мы видим, с таким восхищением ты смотришь на Алексея каждый раз, да. На пианино, с одной стороны. С другой стороны, ну, любой инструмент, в котором задействованы две руки, он дает развитие двум полушариям. У нас барабанщик ему двумя руками играет, видите, да? На самом деле, если ему поставить ударную установку, он вам покажет, что такое мышление двумя полушариями, потому что у них еще сложнее, им надо вот... Ну, в общем-то, все молодцы, у каждого свои сложности, у Владимира, конечно, свои тоже все-таки, как это фронтмен и все такое. Что мы сейчас послушаем? А мы сейчас... Давайте примету сыграем. Да, песня называется «Примета». Когда Барри Каримович стоял новую программу, у нас... Ну, у нас не было ушных мониторов еще тогда. У нас были просто мониторы. И вот там, когда наш саксофонист тоже вот так вот упирался в ноту и начинал там что-то играть, «Тело! Немцы идут! Немцы! Подними глаза!» Кто же хочет сказать, тебя камера снимает иногда. Смотри в камеры и улыбайся. Ну, хорошо. Вот режиссер случился, да. Так... Прим... Примету играем? Да. Примета? Примет. Я слова-то вспомню. Сейчас мы... Сейчас, ребята, начинаем. Да, а я залезу в интересный гаджет. Я не буду называть какой. Слушайте, живой эфир. Песня тоже написана Андреем Балашовым. Ну, очень талантливый человек. На самом деле, у него очень много песен. Я сегодня не только его песни буду петь. Там у нас еще есть других композиторов. Но дело в том, что он правда очень талантливый. И я люблю работать с людьми, которые нормально относятся вот к импровизации, к творчеству. Потому что практически все песни, когда он приносил определенный, да, скелет, там, минусовочку пропевал мне, мы как-то дополняли друг друга. Я говорю, давай вот там текст поменяем, тут вот немножко помело, вот эту нотку уберем. И там по аранжировкам тоже таким же образом смотрели. Потому что сам как автор и поэт, кстати, у меня два сборника издана стихов. Поэтому вот когда ты так работаешь с композитором и с поэтом, тогда получается, мне кажется, очень хорошо. Давайте споем песню «Примета». Что о ней сказать? Ну, хорошая песня. Она сама за себя все скажет. Смотрим, слушаем. «Примета» 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 Кто придумал дни и бег стрелок по минутам? И спешат они, и бегут одним маршрутом Может, это нам с тобой предназначено судьбой Просыпаться вместе раньше, чем наступит утро Я буду с тобой встречать рассвет И дарить тебе весну и лето, и я знаю твой ответ Но сейчас промолчу, об этом просто скажу привет Помнишь, мы верили в примету, если вместе увидим свет Счастья нам много лет Двое нас сейчас и две стрелки циферблатом Только пусть они вместо нас спешат куда-то Потому что нам с тобой предназначено судьбой Просыпаться вместе раньше, чем наступит утро Я буду с тобой встречать рассвет И дарить тебе весну и лето, и я знаю твой ответ Но сейчас промолчу, об этом просто скажу привет Помнишь, мы верили в примету, если вместе увидим свет Счастья нам много лет Скажу привет Помнишь, мы верили в примету, если вместе увидим свет Счастья нам много лет Владимир Левкин, друзья, программа «Концертный зал» Да, на самом деле иногда так, когда вот так вот исполняешь Там нет ребят, которые подпевают Оно так интересно даже получается Ну в общем, да, мне не плохо Поедем по ресторанам Мы знаем секретную информацию Ты пишешь книгу Ну, эм... Какая смешная книга, наверное Так это или нет, Володь, начнем На самом деле я ее пишу давно И в принципе, по большому счету Это, опять-таки, вот это мое восприятие жизни Нету... Кто-то пишет книгу для того, чтобы Ну, условно, как сейчас модно Хайпануть на этом Я нет, я описываю то, что было Вот, но моим взглядом Кто-то может быть согласен Делишься опытом своим Да, кто-то может согласиться с этим Кто-то может не согласиться с этим Но это я так вижу Понимаешь, вот я так видел Да, конечно, это биографическое Там начинается с детства С самого всякой жизни Да, и дело в том, что Кое-кто тут уже Как и вы узнали об этом И просит написать Пилотный сценарий Выслать перед публикацией Сценарий пилотный Да-да-да Даже целые... Практически... Ну, он вот хочет Именно про тот момент Про группу на... Правки внести Про группу на на Он хочет какой-то такой ввести Ну, не знаю Но, опять-таки, это моими глазами Глазами, там, допустим Политова или Асимова Конечно, это было совсем по-другому Это было вполне возможно Совершенно по-другому Я уж не говорю Глазами Барри Каримович Он написал свои книги Я ее до сих пор прячу от мамы Вот реально Потому что... Ну, да Раиса, ладно, нет книги Все, нет, нет Да-да-да Мама... Нет, мама сейчас отдыхает Она вряд ли смотрит Все, слава богу Ну, а скажи, пожалуйста Завершаться книга твоя будет Каким периодом? Настоящим временем? Не знаю И когда вообще ты планируешь ее закончить? Я очень надеюсь, что я ее в ближайшие 10 лет не закончу Потому что у нас очень много концертов Нас ждут люди Которым нужно песни петь Знаешь, я же исполнитель песен народов мира для народонаселения нашей страны Я не могу по-другому Не надо сейчас, тем более, новогодние корпоративы Какую книгу писать? Вы что? Это правда, да, корпоративы Тем более, что вот у нас такой хороший состав И, друзья мои, вас очень порадует цена нашего выступления, поверьте По сравнению с нашими Куда обращаться? Скажи, на сайт Да, я присутствую во всех соцсетях Пожалуйста, пишите Обращайтесь На сайт можно Ну, там сайт, правда, не очень Левкин пишется Л-У-О Ну, по-английски Ну, может найти А так, там написано Левкин Ну, другой человек не может сказать Ну, там все равно Левкин.ком Сайт наш действующий Ну, и соцсети Это больше вот там в том же Инстаграме иногда пишут Кто захочет, тот найдет Можно ли говорить Инстаграм? Да, конечно Конечно, конечно Концертный зал Ведущие Александра Хайрулина и Роман Шакал Программа «Концертный зал» продолжается У нас сегодня в гостях Владимир Левкин Немножечко хочу еще про книгу Совсем буквально пару слов Хочу узнать Во, планируешь ли ты в книге Описать период жизни Который связан с твоим заболеванием страшным Вот этим И слава Богу С победой над ним Ну, во-первых Это было два раза И второй раз Рядом со мной была Маруся И практически она была уже глубоко беременна И я просто благодарен То, что этот человек Мало того Был рядом Ну, и в конце концов У нас и Ника получилась Ну, это слова меня описать Вы поймите У нас вообще красивейшая история, конечно Да, но Знаете Я, наверное, после того, как вышел из больницы Пять лет Ходил по разным передачам Говорил Люди, проверяйтесь Проверяйтесь Найдите время Потому что это же просто Да, вот мы идем в ресторан вечером Просто культуру Находим время Пятницу Да Мы на пятницу копим Да Чтобы пойти в ресторан А, в принципе, полное обследование Стоит как в два раза в ресторан сходить Понимаете На отпуск мы копим Копим А себе не забудь Люди, любите себя Себя Знаете почему? Потому что Если вы мужчина Вы ответственны за семью Правильно? Причем маму, папу и всех остальных Тут очень много можно говорить Да А если вы женщина То у вас вполне возможно будут дети И этих детей надо будет расти Поэтому любите себя Ходите хотя бы раз в год Делайте обследование Это просто Раньше нас всех загоняли Была диспансеризация Называлась Мы всех врачей проходили Да Сейчас вот этого Только в каких-то госструктурах есть Знаете? А те, кто сами работают Они, ну, я знаю, как бизнесмены работают Они работают по 20 часов в сутки Им реально Я их всегда говорю Ребята, пойдем вместе со мной Давай вот Я готов Я с тобой готов пойти Знаешь? И поэтому, ну, не знаю Вот Вполне возможно, что Когда я напишу это И сдам То кто-то прочитает И все-таки задумается Потому что Что бы я ни говорил В каких передачах Я об этом не говорил А люди Можешь вернуться к этому снова Перечитать Говорить Ну, это тяжело возвращаться Понимаешь? Там реально Чтобы вот это вот все описать Свои ощущения Но Это даже вот Мы прочитаем книги Слава Богу, да Что все хорошо Еще маленький вопрос хочу промарусь Потому что Ну, это удивительная история О том, как девушка Много лет была влюблена Владимира Левевкина Фанатела С 11 лет, Саша Да, боже мой, обклеена Целовала портреты Плакаты целовала Вырезки из газет собирала И уже Приехала в Москву ради человека Образование такое же получило Нет, нет Там же вот Очень просто Понимаете, в чем дело Некоторые девчонки Вот сидят И принца ждут Она не ждала Она пошла учиться Специально уехала в другой город Чтобы Обосноваться там Понять Возможно ли прожить Потом приехала в Москву И, так скажем И Встретились мы совершенно случайно Я на эту встречу Я вам реально говорю Я ехал 3 часа И не мог И не первый раз, по-моему Собираться Да, да, да И мог вообще не доехать Ну вот доехал Так вот, видимо Это судьба Да, видимо Звезды так создались Скажи, пожалуйста, понятно, что все равно Она фанатела И для нее был некий образ такой Который она себе создала Но она же не знала тебя Да, все-таки твои черты характера Нет, я хороша Да, в общем, это практически ответ на мой вопрос Потому что я когда-то сказать надо Левкин, я-то думала ты Нет, ну я, конечно, я сложный Бываю жестким Но, в принципе, я нормальный человек Вполне с какими-то там своими Сносный вполне Жить можно Да, да Жить можно Если не пилить Я надеюсь, она не смотрит Это возможно сейчас Мы и в записи даже О, да Нет, ну, поймите Вот как у нас, в принципе, случилось По большому счету Я считаю это абсолютно правильно Я вообще всегда хотел много детей Вот, правда У моей бабули Было Восемь Девять Восемь дочерей Один Какой молодец Один сын И Еще Двое погибли Чуть раньше И Понимаете, в чем дело Мне тоже очень хочется Большой семьи Первый вопрос Знаете, как я ее задал? Я говорю Троих родишь? Ага Все Залог успеха Вы знаете Честно говорю Очень хочу сказать вам На стороне ФМ Вашей радиостанции Большое спасибо Почему? Потому что Все-таки В любом случае Хоть мы и находимся на радио Я думаю Телеканал у нас Спасибо Огромное спасибо И по этому поводу Мы споем песню Виктора Чайки И Ивана Кононова Которая называется Спасибо вам Спасибо Слушаем Смотрим Можно? Я вас люблю Мои друзья Мне с вами так тепло И просто И эту песню Вместо толстого Готов всегда Исполнить я Я вас люблю Мои друзья Спасибо Я говорю вам Всем спасибо Живите долго И красиво И да поможет Песня нам Спасибо Живите долго И красиво Живите долго И красиво Храни вас Бог Спасибо вам Живите долго И красиво Храни вас Бог Спасибо вам Я вас прошу, друзья мои Цените каждую минуту А я за вас молиться буду Живите в мире и любви Я вас прошу, друзья мои Спасибо, я говорю вам всем спасибо Нам вместе будет все по силам И да поможет песня нам Спасибо, живите долго и красиво Живите долго и красиво Храни вас Бог, спасибо вам Живите долго и красиво Храни вас Бог, спасибо вам Спасибо, я говорю вам всем спасибо Нам вместе будет все по силам И да поможет песня нам Спасибо, живите долго и красиво, живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам. Живите долго и красиво, храни вас Бог, спасибо вам, храни вас Бог, спасибо вам, я говорю, спасибо вам, спасибо вам. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ника, мамочка, все мои родные Ирочка, сестренка Римочка, теща Это важно Мне кажется, с этого начинать Как минимум Она говорит, что золотой зять И это вот тоже, кстати На самом деле, семья это хорошо И по большому счету Жаль, что Осознание этого приходит С возрастом, только с опытом Есть у вас уже какие-то хорошие новогодние традиции? Кстати, пора задумываться уже Вы знаете, если есть возможность Условно, мы первого числа Пытаемся собраться все вместе, всей семьей У меня, как известно, есть старшая дочь Ей 24 года Все собираемся И лепим пельмени Это хорошая традиция Ну вот, это хорошо Потом все вместе поедаем Готовишь ли ты мясо, скажи, пожалуйста А я обожаю Я вообще лучший готовитель Готовитель мяса Я вот когда-то был главным пионером Я вообще лучший готовитель В союзе, друзья Да Очень люблю готовить мясо Потому что считаю, что это очень мужская Вот такая позиция Потому что, ну, девочки там салат нарежут Знаешь, нашинкуют что-то Мы пойдем У тебя без лука Без лука, соль, перец, мясо Нет, лука нет Вот именно соль, перец, мясо Потому что, ну, не надо Вот мясо, оно само по себе вкусно Простите меня, вегетарианцы Но вот Оно правда очень вкусное Вот когда вот не перебарщиваешь с этими, знаешь Кто-то любит, чтобы там всего было А нет, вот надо вот чуть-чуть Друзья, пора ужинать Спасибо Спасибо ребятам всем Спасибо большое До новых встреч Спасибо, мы очень рады Спасибо Спасибо, до встречи